Торнадо Энерджи. Это шквал энергии, ураган эмоций и настоящий пихар из 11 невероятных вкуса. Торнадо Энерджи. Мощный заряд энергии. Здарова всем, ребят. Начну этот новостной выпуск со следующей новостью. Она мне смешит, но поверьте, так надо. В рандоме вы можете встретить Ваффентрагера Е100. Да-да, тот самый танк, который более 6 лет назад был выведен из игры. Сейчас вы его можете встретить в рандоме. Причем можете вы его встретить аж вплоть до 18 октября 2022 года. После этого он из рандома снова исчезнет. На какой промежуток времени никто вам ответить не сможет. Почему я такие новости вам, ребят, сообщаю? Те, кто следят за моим каналом, наверное, сейчас сидят, угорают и думают, что я просто говорю это так, чтобы эфирное время, грубо говоря, растянуть. Оно мне нафиг, ребят, не надо. Но вчера меня завалили сообщением, типа, смотри, я Вафлю в рандоме встретил, тебе реплей нужен. Как бы, ну, пофигу, что я сам на ней катал в рандоме, да. Ну, ладно, не суть, ребят. Сейчас проходит режим с Ваффентрагером. Это прямой наследник режима 2011 года Белый Тигр. Концепция взята ровно та же самая. Алды помнят. Вот. Он даже в клиенте игры имеет кодировку, как Белый Тигр 2021-2022. То есть вот этот вот режим Ваффентрагера, который сейчас проходит, это переосмысление режима Белый Тигр, чтобы вы понимали. Одной из наград этого режима является возможность покатать на арендной, арендной технике, типа Ваффентрагер Е100. При этом, ребят, не обошлось без, ну, скажем так, неприятных моментов. ПТшка имеет не акционный статус, хотя находится в арендных танках. И, чтобы пересадить на нее экипаж, вам придется потратить либо серебро и часть опыта экипажа потерять, либо переобучить за голду. А здесь, между прочим, 6 танкистов-то в экипаже. Итого в голде это 1200 голды сюда. После того, как аренда танка закончится, 1200, чтобы переобучить обратно. При всем при этом, ребят, аренда танка закончится очень быстро, потому что максимум на одном аккаунте на нем можно сыграть 55 боев. Именно столько вы можете получить, либо открывая контейнеры, точнее, стартеры инженера 50 штук, плюс 5 штук за прохождение всего режима с Ваффентрагером. Вот этот отдельный режим с гончими и вафлей. Там куча других наград присутствует, в том числе и дни премиум аккаунта. Все это, как бы, можно и бесплатно получать, и даже стартеры инженера в небольших количествах можно получать бесплатно, и оттуда выбивать премиум, в том числе и новые. Кому-то повезет, но большинству, еще раз говорю, не повезет. При этом, если у вас выскочит прем, есть большая вероятность, не знаю, пофиксили это сегодня или нет, в патч-ноуте об этом ничего не написано, но, тем не менее, пока что информация для меня остается актуальной, что если выскакивает прем, при его появлении на экране, у вас может появиться окно загрузки, и игра зависнет. Вот в этом случае вам поможет только полная перезагрузка игрового клиента, ну и, соответственно, в противном случае игра будет висеть, и колесико загрузки будет крутиться до бесконечности. То есть ждать, когда оно прогрузится, бесполезно. Вот такой вот неприятный баг. Кроме того, есть еще один неприятный баг, уже непосредственно не в рандоме, а в самом режиме. Это то, что, играя на гонщик, вы можете возродиться вверх гусеницами. Ну, то есть отреспится вверх гусеницами, ничего страшного в этом нет. Вас, конечно же, поставят обратно на гусеницы, но вы потеряете какое-то время. Что касается непосредственно самого Ваффентрагера, этот бой непоказательный, тут как бы будет дохренища урона. Ну, очевидно, что я выбираю хорошие реплеи на фон. Но вы должны понимать, что Ваффентрагер даже для 2000 какого-нибудь волосатого года с современными танками сильно устарел. Он отыгрывает далеко не первую роль. Но, тем не менее, его токсичность никуда не делась. 2800 с барабаном за сколько получается? 5, за 8 секунд он способен это все реализовать. То есть практически танк за 6-8 секунд, танк 10 уровня, Ваффентрагер способен отправить в ангар. При этом с КД в 2 секунды, там первый снаряд, бьешь в каток. Точность 0.25 на моем Ваффентрагере получилась второй. После того, как танк ремонтируется, бьешь снова в каток. И все, и дальше уже добиваешь любого противника, за исключением, пожалуй, Мауса. Ну, или если там уж совсем какой-то жирный танк и не пробил разочек, или альфа не прокнула, то может пережить, но все равно останется покореченным. Именно в этом заключается токсичность Ваффентрагера. Но при всем остальном, Ваффентрагер в современном рандоме живет очень тяжело. Огромный корпус, отсутствие маскировки, фугасоприемная будка, с современными навыками типа интуиция и все остальное. Как только видите Ваффентрагера, многие заряжают сразу же фугас и посылают ему там с того же Фаша больше 1000 урона. А как вы видите, по ХП у него тут всего базовых 2000, поэтому пара тэг, и вы уже ваншот. На самом деле, для танка 10 уровня это очень критично, тем более, что брони у него нет вообще нигде. Ну, разве что в гусеницу иногда без урона прилетает, во все остальное прилетает не только с уроном, но и с достаточно серьезным критом. Мне пару раз подряд выбивали боеукладку, поэтому с точки зрения нагибучести машины я бы взял паузу в этом вопросе, а с точки зрения токсичности я вам уже обозначил. А если вы ошиблись и Ваффентрагер вас все-таки поймал, ну, это то, из-за чего его вывели. К счастью, а может быть и для кого-то к несчастью, играть на нем весело. Честно вам скажу, жопа горит, но если кто-то попал в прицел, прям вообще веселуха. В остальном же машина долго не живет, особенно в атаках. Ладно, у нас новостной выпуск, а не обзор на Ваффентрагер. Просто я уверен, вам это было интересно узнать. Хотя те, кто смотрели мои ролики, вчера стримы, в принципе, открытие этих стартеров, там уже я все высказал и про баги, и про все остальное. По состоянию на выходные, кстати, можно порадоваться за ребят, которые перешли на Европу. Ну, общий онлайн у них на двух серваках, там, в пике, достиг примерно 55 тысяч, это очень хорошо. А по сообщениям Вотэкспресса, всего за первую неделю трансфера перешло около 450 тысяч аккаунтов. Я говорю аккаунтов, а не игроков, потому что надо понимать, что многие перебрасывают на Европу твинка, для того, чтобы иметь возможность играть и там, и там. Кто-то основу перекидывает, твинка здесь оставляет, поэтому, ну, это как бы игра в обе калитки, поэтому тут я считаю, что все справедливо. Кроме того, уже вот первые отличия между серваками я заметил. Например, сегодня в Европе, кстати, мои европейские зрители, кто туда перешел, вот вам, пожалуйста, первая информация различающаяся. Для вас сегодня стал доступен 11 сезон реферальной программы. Награды не изменились, условия не изменились, но я думаю, все, кто перешли, вам придется реферальные контракты заключать заново, а с кем их заключать, я пока что, честно говоря, не знаю. Но те, кто играют в Европе на первых-вторых серваках, для них это, наверное, наиболее актуальная информация, потому что треть-четвертый там активные игроки, а твинков там вряд ли кто-то будет создавать. Ну, для этих аккаунтов, я же говорю, новые создаются на первом-втором. В общем, все это очень сложная и мутная тема. Суть заключается в том, что в РУ-регионе я никаких новостей по поводу реферальной программы не увидел, что она продлилась. Может быть, новость забыли выпустить, может быть, какие-то технические проблемы, может быть, какие-то другие условия, но на момент записи этого ролика пояснение от компании Леста я получить не смог. Если будут дополнительные новости какие-то, я вам расскажу. Меня самого очень интересует судьба реферальной программы, потому что у меня незаконченный реферальный контракт висит. Теперь, ребят, что касается донатов. Своего европейского твинка я привязал к стране Кыргызстан и совершенно спокойно, я прям первый попавшийся взял, мне было интересно посмотреть, какие мне будут доступны платежные методы. И мне были доступны платежные методы Киви в национальной валюте Кыргызстана. Ну и, соответственно, при конвертации я получил возможность пополнить казну своего евро-твинка, но, к сожалению, мне вышло это немного, процентов на 10 дороже, чем если бы я был тот же самый пакет, покупал, находясь в РУ-регионе. Вот, другие эксперименты. Своему товарищу, находясь в РУ-регионе, я, он тоже остался в РУ-регионе, я смог отправить подарок, игровое имущество, который я оплатил, а он смог получить. Отсюда я делаю вывод, что вам ничто не мешает создать себе твинка, который зарегистрировать в России или Белоруссии, соответственно, с привязкой к этим странам, и уже с них себе отправлять игровое имущество в качестве подарка. Такой вариант работать будет как минимум до октября месяца, 12-го числа, а что будет дальше, посмотрим. Если не прикроют, способ вполне себе рабочий. Спасибо, что смотрели. Пока-пока.